Так, коллеги, давайте начнем. Всем добрый день. Спасибо большое за то, что присоединились к этому вебинару. У меня просьба буквально в чат написать плюс один, если меня хорошо слышно. Буду вам очень благодарен. Отлично. Все, спасибо, коллеги. Итак, давайте начнем. Сегодняшний вебинар мы проведем совместно с Алексеем Власевским, специалистом отдела САПР компании PSS Great Tech. Посвящен сегодня вебинар BIM 360 Field и фиксации объемов выполненных строительно-монтажных работ на стройплощадке. Их визуализации в Navisworks в офисе. Каким образом это может выглядеть? Для начала, прежде чем мы вам проведем эту живую демонстрацию, давайте чуть-чуть поговорим о самом BIM Field. Какое место вообще он занимает в бизнес-процессе строительства? Самая основная его функция – это обмен замечаниями по строительному процессу. Давайте сейчас посмотрим на синие стрелки. Проектировщик. Что может делать проектировщик с BIM 360 Field? Он может выкладывать последнюю версию чертежей. Он может делать замечания авторского надзора. Что может делать подрядчики? Генеральный подрядчик, субподрядчики. Они могут делать замечания по рабочей документации для проектировщиков. И что может делать заказчик? Это выдавать рабочие задания. И плюс к этому не забываем о функции технического надзора, либо строительного контроля, как она сейчас уже называется. То есть это либо внешняя компания, которая осуществляет строительный контроль, либо внутри технического заказчика. Это специальная группа людей, которые осуществляют строительный контроль и делают соответствующие замечания. Все это поступает внутрь системы через BIM 360 Field, через мобильное приложение. Что получаем на выходе? Проектировщик получает на выходе через Field замечания по рабочей документации с отметками, с привязкой, с чертежами, с фотографиями и так далее. Подрядчики получают рабочие задания, получают последнюю версию документов, получают замечания технического авторского надзора. Заказчик со своей стороны ведет оперативный контроль подрядчиков. Ему абсолютно понятна ситуация по строительному проекту в двух разрезах. Первый. Сколько замечаний было выдано? Сколько к сегодняшнему моменту закрыто? Сколько еще предстоит закрыть? Сколько замечаний у конкретного подрядчика? Сколько закрыто, сколько не закрыто? Естественно, это также было бы полезно не только заказчику, но и генеральному подрядчику, который следит за всеми подрядчиками по всем разделам строительства. Также, безусловно, так как филд работает в том числе с моделью, не только с чертежами, с моделью, то это можно наглядно демонстрировать заказчику о фактически выполненных работах. Какие фактически выполнены работы сейчас на данный момент? Физические объемы. Сколько замечаний по этим физическим объемам? Сколько у этого элемента, у конкретного замечаний, сколько закрыто нет? То есть это наглядно демонстрация заказчику о текущей работе. Ну и, соответственно, использование модели на технических совещаниях по выполнению СМР. Вот для чего нужен филд. Это замечание, обмен замечаниями и фиксация физобъемов. Основной функционал представлен сейчас здесь на экране. Во-первых, фотофиксация, сортировка. Строительному контролю нет необходимости ходить с фотоаппаратом, либо с камерой на телефоне. И потом куда-то эту фиксацию выкладывать на сервера. Это уже сразу автоматом делается. Он просто сфотографировал с планшета, и это уже есть в общей базе. Уже отсортировано по числу. Уже отсортировано по местоположению. Уже отсортировано по тому, кто делал эту фотографию. И с какой компанией он принадлежит. И так далее. Дальше. Постановка задач. Задач для... То есть есть, например, технический надзор. Группа руководителей группы. У него есть соответствующие люди, которые контролируют разных подрядчиков. Они могут... Этот руководитель может назначать задания для того, чтобы... Сегодня выходит специалист технического надзора на первый этаж. Например, ему видно, что он должен сегодня проверить. Соответственно, безусловно, эти задачи также можно. Какие-то пометки на чертежах делать. Прикладывать фото. Прикладывать какие-то инструкции. Для того, чтобы специалист, принимая либо технологический процесс, либо принимая уже выполненные работы, пусконаладочные, эксплуатационные характеристики, неважно. Он уже понимал, по чему следовать, по каким инструкциям это делать. Делать дальше третья возможность замечания. То есть, это уже непосредственно смонтировали, например, умывальник, но он там что-то разбито. Соответственно, прикладываете фото, делаете замечания, умывальник под замену, все. Стена. Смонтировали стену, она еще не покрашена. Соответственно, делаем замечания, стена покрашена, либо там трещина, чтобы на исправление. Вот такие замечания, которые сразу же получает подрядчик. Ему нет даже необходимости, по сути, делать тресты предписания. То есть, он весь список замечаний, которые сделаны конкретно подрядчику, ему придет на планшет, либо через веб-интерфейс. Он будет, он видно, какие замечания сейчас открыты. Всем подрядчикам понятно, что он должен выполнить. Но для тех, кто там привык, еще предписания с подписями выдавать, такая возможность тоже есть системы. То есть, в итоге вы можете сразу же сказать, сформировать мне, пожалуйста, такой-то лист замечаний, только по этому подрядчику за сегодняшний день отправить по почте с подписями, с электронными, в виде пальцем, когда мы пишем. То есть, это я покажу чуть позже. Отчеты. Чуть-чуть я их уже коснулся. Дальше, журнал работ. Журнал работ – это введение, что сегодня происходило на площадке. То есть, подрядчики обычно ведут эти журналы работ в бумажном виде, что сегодня там выполнялись работы, покладки кирпича, либо заливка фундамента, ростверка и так далее. Они записывают, что сегодня сделано это. Так вот, это потрачено часов, количество людей, смена первая, вторая. Все это можно ввести прямо в электронном виде. Это сразу попадает в офис, который рассчитывает заработные платы, выдают там, соответственно, деньги и так далее. То есть, это можно делать прямо в планшете. И чек-листы. Чек-листы – такая хорошая штука. То есть, специалист технического надзора, он, особенно, когда он первый раз приступает к работе, но у него не очень большой опыт, то есть, у него нет уже 20-летнего опыта работы технического надзора, где у него там все чек-листы фактически в голове. Можно сформировать чек-листы, потом использовать их для новых объектов, принимая, например, документацию. Пришла до проектной документации на стройку. Нужно проверить там от комплектности до штампов производства работы. Там есть четкий список, что нужно проверить. Соответственно, это чек-лист. Дальше пришли материалы. То же самое. От объема пришедшего до сертификата. Тоже есть четкий чек-лист. Для того, чтобы человек принимая, он ничего не упустил. Заполнили чек-лист по приемке и все. Давайте чуть поподробнее расскажем. Например, фотофиксация. Вот смотрите, как выполнено. Фотофиксация – это конкретного небольшого, правда, фотографии сами, которые вы видите, небольшого объекта. Тем не менее, это реальный объект, реальный технический надзор с помощью бимфилда. Вы видите, что сейчас расположены фотографии по местоположениям, где непосредственно проходила съемка. Также можно делать, например, сортировать по людям, которые проходили, либо там по компании. То есть вся сортировка этих уже фотографий, фотофиксация, она здесь есть. Замечания. Но прежде чем приступить к замечаниям, чуть-чуть расскажу, нужно сказать, что филд хранит всю проектную документацию именно последней версии. То есть планшета доступна всегда последней версии. И более того, все пометки, которые были сделаны, замечания на чертежах, если новая версия вышла, то эти пометки как слоем верхним кладутся на новую версию. Для того, чтобы было понятно, что проверить. Вообще главная фишка BIM 360 Field, из конкурирующих продуктов, которые есть вообще на рынке, я не видел, чтобы такое было. То есть если новую версию выкладываем, там все эти пометки все затираются. Они как бы остаются со старой версией, и потом надо приходится сравнивать. Здесь пометки остаются, замечание исправлено, пометку убрали. Соответственно, доступ есть, все мы можем открыть прямо с планшета. Это достаточно, в общем, удобно. Так. Дальше. Замечания. Вот вы видите, например, два замечания. Установлен маленький унитаз под замену. Они такие очень простые. Вы видите, замечание привязано к конкретно локации, где замечание сделано. Кто компания, которая выполняет эти работы, соответственно, к которой замечание направлено. И вы видите, что красный кружочек обозначает то, что вообще к нему прикреплены какие-то либо фотографии, либо отметки на чертежах. И мы можем, например, взять, нажать и посмотреть. Он попадет, понимаете, прямо в чертеж он отметит именно место, где это замечание было на чертеже. То есть он не покажет вам весь лист. Он покажет конкретное место на чертеже, которое было отмечено. И сразу укрупнено. Он сразу фокусирует это на это место. Соответственно, здесь можно посмотреть все остальные параметры. Которые есть там статус, например, этого замечания, то, что она открыта. Если есть какие-то фотографии, этачменты, можно взять, посмотреть еще. Вот видите, я так нажал. Вот у меня здесь стена голая, где не установлен соответствующий умывальник. Дальше. Также можно привязывать к 3D модели. Давайте посмотрим на это. Там унитаз под замену. Раз. И он попадает уже не в двухмерных чертеж. Там была просто PDF. А здесь он в трехмерную модель попадает. И вот этот красненький чуть-чуть вы не видите сейчас. Это такая булавочка, которая прикрепляется к нему. И, соответственно, вы видите также весь список параметры. Дата создания, когда там выполнить нужный ее статус. Компания ответственна за это. Ну, фотографии, соответственно. Теперь, что касается навигации по модели. Вот хотел бы отметить это особенно. То есть нет необходимости, если вы хотите найти там конкретный элемент, стену, витраж, стекло, какое-то оборудование в модели, особенно в большой. Нет необходимости ее там вот с помощью пальцев как-то увеличивать, уменьшать, ходить по этим этажам. Есть оси. Есть оси и есть планы. Мы выбираем конкретный уровень. Выбираем его. Потом ставим сюда вот такой с помощью пальца отметку. И видите, здесь такая треугольничек. Он показывает, куда взгляд падает в этот момент. И нажимаем Go. Попадаем в саму модель. Все, через оси. Есть координаты. Мы это представляем. Сразу попадаем в модель. Здесь уже выделяем соответствующий элемент. Делаем замечание. Есть еще другой способ. То есть, на самом деле, все, что вы видите на экране в виде трехмерной модели, оно также представлено в виде отдельного списка всех элементов. Стен, оборудования, металлокаркасов и так далее. Дверей. То есть, можно найти просто в списке. И потом, а покажи мне это все в модели. Модели, естественно, можно здесь просматривать, как... Ну, это обычная функция, да, от отключения разделов соответствующих видов. Здесь это все можно делать. Журналы работ. Выглядит таким образом интерфейс. Для человека, который ведет журналы работ, просто нажимает на конкретный день. Ему открывается такая карточка, где показана просто погода в этот день. Он здесь отмечает компаний, которые работали, отмечает количество людей, количество затраченных часов. И вот видите, можно нажать на этот треугольничек, попасть в соответствующую активность. Там сегодня делали трассы, балках на втором этаже для плакатки труб, плюс трубы. Завтра запланируем монтаж труб в перекрытиях. По всему этому можно, по всем этим журналам, с закрытым и незакрытым замечанием, выполненные, невыполненные задачи, можно делать отчеты. Их великое множество здесь, по каждому вот этому элементу. Замечания, задачи, чек-листы, журнал работ, оборудование. Здесь много различных вот таких шаблонов. И вот, например, там лист предписания, где даже подписи можно собирать. Все это прямо на планшете. То есть мы подписываем прямо на планшете, рисуем с приложением фотографий всех. То есть это лист, который формируется автоматически. Ничего не нужно перетягивать фотографии, туда вставлять. Все это уже представлено в автоматизированном режиме. Графики, которые показывают. 24 число было столько-то замечаний, столько из них закрыто замечаний. Столько-то было теперь. Возросло количество замечаний, столько-то закрыто. Осталось то есть некие тренды, которые можно показывать по каждому проекту, либо по всем проектам одновременно, по выбранным проектам также. Вот отчет по журналу работ, который можно направить в отдел, соответственно, сметной расчета заработной платы, прошу прощения, бухгалтерию. Здесь вот посменно видно первые смены, вторая смена, соответственно, внизу. Видно, что сколько часов, сколько людей было затрачено, сколько общее количество часов, что они делали по этому журналу работ. Чек-листы. Ну вот, например, два чек-листа, которые сейчас представлены. Здесь входной контроль идет материалов. То есть мы отмечаем плюс-минус, плюс-минус. Нажали минус, соответственно, раз сразу соответствующее замечание высветилось. Вот, например, входной учет и контроль материалов. Тоже такой простой чек-лист, который просто отмечаем, заполняем. Так, теперь давайте приступим непосредственно к физ-объемам. То есть мы много-много проговорили про замечание, но одна из функций, которая несет с собой field, это, конечно, фиксация физических объемов выполненных работ. И, ну, прежде чем продемонстрировать, я сейчас передам слово Алексею. Так, Алексею Лосецкую, который просто покажет изначально там трехмерную модель, которая существует. Потом мы переключимся на мой экран для того, чтобы уже зафиксировать конкретный объем. И Алексей вновь покажет, как этот объем отобразился в BIM-модели. Соответственно, я сейчас вам продемонстрирую свой экран. Я надеюсь, его видно. Собственно, о чем мы сегодня хотим поговорить, это как раз-таки демонстрация зафиксированных, выполненных объемов работ непосредственно в офисе компании для заказчика. И, собственно, что мы здесь видим? У нас представлена та модель, которую уже Павел на своих скриншотах показывал. Мы ее демонстрируем в продукте, который называется у нас Nevis Work. Здесь мы вам покажем новую сторону, с которой выходит у нас этот продукт, как раз-таки для фиксации выполненных объемов работ. У нас модель также, ну, то есть, я думаю, никого не удивить. Здесь у нас представлена архитектура и, собственно говоря, отделу, раздел ОВК. И в дальнейшем мы будем с вами вживую наблюдать процесс, скажем так, фиксации в виде цветового изменения модели выполненных объемов работ. То есть, для этого сейчас Павел предоставит демонстрацию планшета, выполнит какие-то замечания, фиксирует состояние установленных элементов, либо оборудования. И мы наглядно с вами сможем продемонстрировать в этой модели, как у нас фиксируется и в режиме реального времени происходит изменение выполненных объемов работ. Вот, собственно, Паша. Да, хорошо, спасибо, Алексей. Да, переключаюсь. Так, показываю свой экран. Так, доступ, мой экран. Так, вот смотрите, сейчас у нас показан мой планшет. Нажимаю я на BIM 360 Field. Вот, посмотрите, у меня есть какие разделы. У меня здесь есть, смотрите, список оборудования. Сейчас вот я возьму так. Вот всего оборудования из модели. Он у меня выгрузился прямо списком. Да, вот. У меня здесь есть замечания, которые были сделаны. То есть, я вижу просто как администратор все замечания, каждый подрядчик свои. У меня здесь есть разделы библиотека, где могут храниться чертежи, фотографии и так далее. Смотрите, что интересно. Предположим, я бы хотел... Зайдем сюда. Умывальник. Вот попадаю в умывальник. Смотрите, я могу нажать Show in Model. И он мне отобразится в модели. Видите? Все, он мне отобразился в модели. Вот этот умывальник. Здесь есть такая функция, где я могу, например, выделить только его, скажем, если мне нужно что-то посмотреть. Вернуться обратно к карточку. Поставить, например, статус. Я поставлю статус смонтирован. Смонтирован. И я еще сделаю замечание, что он-то хоть и смонтирован, но у меня есть замечание, что он должен под замену. Потому что он не... Его раскололи, когда монтировали. Под замену. Сделаю фотографию. Приложу фотографию. Но у меня, к сожалению, здесь умывальника нету. Я сфотографирую просто со свой ноутбук. Так, есть. Вот он попал. Попала фотография. Могу назначить компанию. У меня все и две. Так, виноват у меня будет во всем ПСС. Так, исправить до 28-го. Ну, в целом, все. Давайте, смотрите, что мы сделаем. Мы сейчас возьмем и синхронизируем. Может быть, еще несколько замечаний? Еще несколько? Давай, хорошо. Ну, чтобы более наглядно продемонстрировать. Тогда я прямо здесь вот выделю, например, ту же самую стену. И давайте я ее напишу, что это смонтирован. Замечаний у меня нету к ней. Дверь. Так. Дверь у меня мэппинг не настроен. Ну, на стены есть, да. смонтирован. Так. Что бы еще? Что бы еще выделить? Так. Уйдем от такого вида. Ну, например, так. Ну, здесь наврядки у нас мэппинги. Давайте на стены еще раз. Можно какие-нибудь наружные окна выбрать или еще что-нибудь в этом роде. Давайте сейчас чуть-чуть выйдем. Ну, вот у меня витражи. Вот эти, да. Есть, да. К этому у меня настроено. Все смонтирован. Смонтирован. Ну, вот так вот парочку простых элементов выберу. И смотрите, что я делаю. Я нажимаю кнопку синхронизировать. Потому что филт работает полностью в оффлайн режиме. Но мне нужно синхронизировать для того, чтобы в офисе это все в итоге отобразилось. Вы видите два раздела upload и download. Понятно, что сейчас он загружает это все в единое хранилище. И потом ему нужно загрузить какие-то новые сведения из этого хранилища, если они есть. Посмотрите, видите, в one написано одно замечание. И вот у меня пять изменилось состояние оборудования, ну, либо элементов. Здесь они все называются equipment. То есть это все всего касается и стен, и труб, и какого-то оборудования. Так, Алексей, я пока передаю слово. То есть сейчас пока у меня синхронизация во всяком случае на сервере уже прошла. А это самое главное. так, собственно, я Паша, передай мне права, чтобы я мог экран свой продемонстрировать. так, собственно, возвращаемся в нашу модель. у нас в программе мы можем в принципе в филде сами сформировать список оборудований, которые планируем контролировать. То есть, допустим, если нам есть необходимость проконтролировать только стены, мы указываем стены, витражи, допустим, это витражи и так далее. При этом мы можем получать статусы по каждому оборудованию. Оно передается непосредственно из филда прямо здесь вот во вкладочке свойства. При этом сейчас у нас Паша внес некоторые изменения, соответственно, он добавил ряд статусов, то есть, установлено или не установлено и, соответственно, внес несколько заметок. И нам хотелось бы это все естественно получить. С учетом того, что мы работаем в единой информационной модели, то есть, у Паши есть доступ к этим данным и они постоянно синхронизируются, я, находясь допустим в офисе заказчика, выступая в роли заказчика, могу в любой момент времени по результатам, допустим, у нас происходит какое-то техническое совещание, да, и мы хотели бы видеть объем выполненных работ на текущий момент. Собственно, сейчас у нас происходит процесс передачи, вот, и дальше мы уже с вами можем допустим включить инструмент сечения и более детально посмотреть на нашу модель, то есть, все статусы уже я дополнительно подготовил, они у меня здесь сформированы, и в модели соответственно мы уже с вами видим раскрашенные элементы, которым был присвоен определенный статус. Так, сейчас одну секунду, берем команду переместить. Так, да, в данном случае у нас была речь шла о стенах, которые в настоящий момент у нас являются в статусе, вот, допустим, эта стена у нас сейчас не активная, она более светлого цвета, да, она еще не смонтирована, в то время как Паша выставил статус смонтирован для стен, и вот эти стены, которые в данный момент у нас смонтированы, они уже окрасились в другой, собственно, цвет, да, и то же самое относится, допустим, к умывальнику, который Паша также назначил, вот так, умывальник у нас идет с категории, да, тоже, и, соответственно, мы видим, что у умывальника в данный момент две открытые заявки, то же самое, если мы отключим сечение, посмотрим на наши витражи, которые Павел также любезно выделил, здесь мы увидим уже как раз таки статус, что эти витражи в данный момент имеют статус смонтированы, и никаких у них замечаний или чек-листов по ним уже нет, ну, то есть, мы это видим в режиме реального времени, то есть, также для других уже элементов в качестве теста мы использовали, и здесь они также отображаются, это вот воздуховоды и так далее, вот еще один витраж мы видим, также в статусе смонтирован, каким же образом мы можем уже фильтровать и получать эту информацию, осуществляется это с помощью уже стандартного функционала Naviswork, когда мы можем отображать в модели только элементы с определенным статусом, допустим, в данном случае я могу выбрать элементы со статусом смонтировано, скрыть невыбранные элементы и уже вижу в режиме реального времени, что данные элементы у меня смонтированы, также я вижу элементы, которые в данный момент готовы к сборке, они имеют такой статус вот и собственно элементы, которые уже установлены в данном случае это у нас вот этот дифферензор воздуховод прямоугольного сечения, да, то есть дальше у нас есть допустим такой параметр объем параметров которые мы можем фильтровать вы можете абсолютно совершенно свободно настраивать продукте филд и уже на основе этих параметров производить любые собственные фильтрации непосредственно в навесворк но мы здесь подготовили пять параметров на самом деле их можно сделать для каждой категории оборудования свои ну и самое главное да то есть мы хотим увидеть каким же образом допустим фильтровать замечания у нас есть допустим я создал категорию замечания и могу показать что у этой раковины в данном случае как мы я уже вам показывал открыто две два замечания вот каким же образом мне собственно увидеть эти замечания а все очень просто у нас есть будет уникальный номер собственно по которому мы можем уже непосредственно выбрав в качестве скопировать данное значение и уже Павел в веб-браузере может совершенно свободно найти конкретный умывальник и посмотреть а какие же собственно были замечания выполнены для этого конкретного умывальника Алексей а можно еще раз смонтирован выбрать третий пункт чтобы показать смонтированные элементы да сейчас секунду смонтировано то есть я выбираю просто показываю да и вот вот на сегодняшний момент да в каком состоянии при этом у нас также имеется возможность установки параметра дата монтажа ну и совершенно абсолютно других дополнительных параметров просто мы ограничивались только этим списком то есть наименование собственно статус и дата установки если мы говорим про оборудование да в данном случае у нас есть оборудование которое у нас осуществляет так так сейчас я скрою лишнюю стену которая мне мешает вот у нас оборудование да соответственно у этого элементы мы можем впоследствии назначить допустим срок жизни этого оборудования указать когда оно было введено в эксплуатацию дополнительно добавить такой параметр и допустим уже переходим в так называемую эксплуатационную модель когда мы уже видим те значения которые нам нужны допустим когда нам нужно выполнить демонтаж в связи со стечением срока годности и так далее то есть это мы во первых можем видеть с помощью сформированных рабочих наборов и уже фильтровать по этим собственно категориям вот ну у меня вроде как все да Алексей спасибо большое коллеги мы сегодня посмотрели с вами обзор продукта BIM 360 филда сконцентрировали свое внимание на живом показе сбора физических объемов для визуализации их модели и принятия соответствующих управленческих решений уже во время технических совещаний мы будем рады если у вас будут вопросы с удовольствием на них ответим пожалуйста коллеги ну пока для того пока вы пишете возможно если какой-то вопрос есть могу сказать что уже продукт он опробован не только в России на реальных объектах но также у наших соседей на Украине где они провели уже пилотный проект вместе с заказчиком и как сами наши коллеги сказали с Украины что это продукт производит эффект вау на их заказчика вот поэтому это конечно очень приятно но действительно мы сами пользуемся своей деятельности я пока не видел ничего скажем так подобного так у Алексея по-моему вопрос в любом случае вопрос возник напротив вопрос так вам вопрос нет возникло по обучению подрядчиков возник вопрос по обучению подрядчиков заказчиков Анатолий на самом деле сейчас поднял очень хороший вопрос дело в том что начинать надо на наш взгляд конечно вы сразу всех там подрядчиков заказчиков но это просто мне кажется нереально совершенно там затянуть BIM 360 Field надо начинать просто со службы технического надзора от строительного контроля даже то что вот например начать с них благодаря тому что предписания до сих пор формируется в системе вы можете делать эти замечания для службы технического то есть служба технического заказчика вот она контролирует проект она делает сам руководитель проекта понимает прекрасную ситуацию какие замечания кому выдали а выдавать прямо отчеты из системы взяли дело в том же понимаете она не нужно ручного труда приходить зачем какие-то Excel таблицы забивать с этими замечаниями отправлять там кому-то рассылкой заниматься сделали замечания направили по электронной почте это уже подрядчику направилось если у вас за правило взято что предписание но отправили им в отчет со всеми фотографиями с предписаниями они закрыли замечания технический надзор все равно приходит на приемку взял закрыл за них что да все closed все оно закрыто то есть начинает нужно со службы технического заказчика где работают всего 5 человек обычно и вот с этого реально начать а в дальнейшем больше и больше вовлекать заказчиков продукт очень простой я не скажу что он там легче ватсапа но у него просто чуть больше функционала если ватсапе там пользуются бывают настройки организуют группу сфотографируют все но потом их не отследить чего сделано чего нет а здесь возможность отслеживания есть безусловно этих замечаний постепенно постепенно раскручивать чтобы это вовлекать всех заказчиков подрядчиков в этот процесс начать нужно со службы технического надзора либо если вы со стороны проектировщиков со службы авторского надзора и показывать какая вы инновационная компания и заказчику показывать демонстрировать на технических совещаниях выступать именно прямо с планшетом демонстрируя это на экране что сейчас происходит какие замечания вы сделали Это тем самым буксует даже на уровне региональных заказчиков. Да, мы прекрасно это понимаем, прекрасно. Поэтому инициатива, если вы проектная компания, соответственно, со стороны авторского надзора нужно действовать. Взяли планшет, все фотографируем там, замечания выдаем, по форме фотографии направляем. Если сначала с техническим заказчиком вы согласовываете, а он уже перенаправляет соответствующему подрядчику, чтобы технический заказчик, вы ему высылаете ссылку, например. А вот посмотри, вот он список замечаний. И он уже будет постепенно просто вовлекаться. А там, по сути, обучаться особо не нужно. Вы знаете, самое основное в этом процессе, это создать документ на два листа, который называется BIMField Execution Plan. Где прописаны телефоны подрядчиков, где прописано, что вы хотите добиться. В результате внедрения этого продукта. Что проконтролировать, какие процессы. Хотим, например, для себя авторский надзор. Вот начали с этого. Или потом хотим приемка материала, чтобы шла только через это. Все вписали. И следовать этому, постепенно, постепенно наращивая просто обороты. Минстроя должна не дать этого из госдоказа. Сегодня в Минстрою ничего не делается. Не делается, да. Да. Ну, мы для этого, собственно, наверное, и существуем. Мы стараемся показывать вот эти вещи. У нас параллельно наш коллега сейчас ведет работу по реконструкции. Вот там идет реконструкция этих объектов культурного наследия. Большого количества по всей России. Он тоже пытается пробить вот эту тему через Минстрой для того, чтобы использовался продукт на этих объектах. Совершенно очевидно. Совершенно все прозрачно. Где что, в каком состоянии находится замечание. Настолько все это упрощается. Поэтому, ну, где-то, уже, видите, как я уже сказал, уже на Украине нам сказали, что вот, да, это, конечно, ну, вопросов нет. Я надеюсь, что мы по этому поводу в скором времени выпустим какой-то пресс-релиз даже, где вы сможете почитать и компанию названия, вот, как они использовали. И заказчика они уже вовлекли. Понимаете, как если заказчик говорит, что эффект, да, вау. Вот, но это, конечно, не государственный объект, это частный сектор. Хорошо, коллеги, какие еще вопросы? Могу сказать следующее еще. Значит, 9 и 11 августа. 9 и 11 августа. У нас запущен двухдневный уникальный курс по как раз вообще строительному контролю с использованием технологии Autodesk, Beam360 Field, Navisworks, продукта Autodesk Layout. Вот, для того, чтобы еще с точки зрения там, как бы сдвижки там проекта, вот, с использованием тахеометра, что можно сделать, вот этих точек. Тут Алексей будет вести вместе, мы будем вести этот курс. Уже коллеги вот как раз с Украины у нас собираются обучаться на этот курс, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. У нас мест немного, мы там, ну, максимум, скорее всего, 5 человек наберем на этот курс, возможно, даже 4. Это будет максимальное число. Для этого, там, первого курса в России строительного контроля с помощью, с использованием технологии Autodesk. Вот, то, что вы видите, как результат сейчас на экране. Как это самим настроить, как запустить этот процесс, для того, чтобы вы могли уже самостоятельно это начать использовать в своих объектах. Ну, от себя еще хочу добавить, что на самом деле у нас, ну, в настоящее время существует проблема, что информационная модель, хоть она считается у нас единой в рамках Beam-процесса, она все-таки каким-то образом не достигает, скажем так, строительной площадки и, скажем, находится на стороне заказчика и никоим образом в процессе не участвует. Наше решение, как раз-таки, позволяет привлечь информационную модель, как раз-таки с той целью, чтобы, во-первых, и строительные подрядные организации могли получать информацию непосредственно из информационной модели и как-то с ней взаимодействовать. Ну, и также наше решение, как бы, позволяло бы именно по, помимо отслеживания выполнения объемов работы, по монтажу здания, да, допустим, или какого-то-либо сооружения, также и проверять качество выполненных работ, вот. И, собственно, как раз-таки на этом курсе, который будет проводиться, как уже Паша сказал, 9-11 августа, это все как раз-таки освещается. Да, это будет курс онлайн, полностью в онлайн-режиме, да, с помощью платформы WebEx. Вот с помощью этого курса просто хотим именно, скажем так, восполнить этот пробел, когда у нас между стройкой и проектом существует колоссальная ема, в которой теряется как раз-таки информация о жизни, которой мы должны, собственно, заботиться, ее постоянно дополнять и так далее. Вот. В данном случае как раз-таки мы говорим именно о информационной модели полноценной, которая идет как раз-таки на всем жизненном цикле объекта, то есть от момента проектирования до, собственно, строительства и ввода в эксплуатацию. То есть я уже сегодня сказал про эксплуатационные характеристики, то есть мы можем назначать на различные оборудования, допустим, какие-то характеристики для дальнейшей эксплуатации, и уже имея модель в том же Navisworks, вы можете выяснить на текущую дату, какое оборудование, допустим, требуется для замены, либо его нужно, допустим, скажем так, перепроверить или еще что-то. То есть это все уже уходит на уровень эксплуатации. Вот, собственно, что я хотел дополнить. Хорошо, спасибо, Алексей. И вот я еще нашел два вопроса от Алексея Цветкова в разделе «Вопросы и ответы». Первый вопрос. BIM 360 FILL поставляется? Да, продукт поставляется. На сегодняшний момент компания PSS Gritec является единственным поставщиком, который может поставить этот продукт. Второй вопрос. Локализация есть? Нет локализации? Нет. При этом, как нам донесли информацию из Автодеска, на начало 2018 года продукт должен выйти с русской локализации. Начало 2018 года. При этом, не перестаю это повторять, добавлю, что там, на мой взгляд, локализовать совсем нечего. Потому что вот эти разделы, там четыре кнопки, ищусь это замечание, чек-листс – это чек-лист, моделл – это модель. Они даже называются, в общем, так как русские, соответствующие аналоги. Если начинать это, например, со службы именно технического, например, надзора, на мой взгляд, локализовать не нужно. Его просто нужно начинать уже использовать. Есть ограничения по объему количества загружаемых моделей. На каждый проект есть ограничения, 50 гигабайт выделяется на каждый проект. В рамках вот этих 50 гигабайт нужно работать. Соответственно, если у вас проект такой большой, что объем еще больше, чем 50 гигабайт, ну, надо разбить просто на несколько проектов. Модели в облаке хранятся. Да, Алексей, модели хранятся в облаке. Вы выбираете, при этом, когда начинаете свой проект, вы выбираете в европейском облаке хранить, либо в облаке Соединенных Штатов. Ну, это в зависимости от лицензии, которая приобретена на Field. С локального сервера можно брать свои модели. А что имеется в виду, с локального сервера можно брать свои модели? Можно я отвечу на этот вопрос? Да, хорошо. Собственно, у вас есть возможность работать, во-первых, вообще с мотивных приложениями, ну, то есть, собственно, вы можете непосредственно выгружать свои модели из Revit'а, продуктов на базе Автокада, это Civil 3D, Advanced Steel и так далее, непосредственно в облако для дальнейшей работы уже с фигдом и так далее. Собственно, как раз-таки мы говорим здесь о локальных версиях, то есть, не обязательно все хранить в облаке. Локально у вас может храниться, но при этом для строительного контроля вы можете выгружать все свои данные в облако. Также, естественно, предусмотрена передача в облако через Nevis, то есть, вы можете, допустим, собирать и выгружать свои, собственно, модели непосредственно в VIM 360. Ну, я думаю, ответил на вопрос. То есть, локально, собственно, мы можем работать. Алексей, ответили на вопрос или что-то мы другое, может, имели в виду? Сам Nevis, для работы, которую вы сейчас видели, модель хранится в облаке. Ну, ее можно также и хранить локально, ну, то есть, как бы сохранять себе локальную копию. То есть, тут получается, облачное хранение как раз-таки необходимо для возможности синхронизации мгновенного, скажем так, обмена информацией. Ну, да, чтобы не было пересылок. То есть, если у вас она локальная, то, соответственно, у вас, получается, идет разрыв, опять же, потери информации. А здесь, нажатием пары кнопок, вы получаете актуальную информацию, скажем, со стройки, которая произошла в данный момент. То есть, допустим, если Павел что-то поменял, я нажал кнопку, получил результат уже непосредственно в своей модели. Вот. Так, вопрос еще про облако ясно понял. Есть вопрос по поводу скорости. При скорости, так, про скорости нет вопросов при больших моделях. Алексей, у меня просьба, ты можешь сейчас просто сказать размер модели? Модели, вот всей этой, ну, федеративной, сейчас модно говорить, да, модели, вот над проектом, которым мы сейчас работаем с тобой, вот всей модели, вот этой сборкой, сколько вот она весит? Ну, в том объекте, который сейчас у нас в работе, сосредоточено около 20 разделов, там электрика, и ТХ, и все прочее, и общий суммарный объем выгруженных моделей порядка 6 гигабайт. 6 гигабайт. И вопросов, я так понимаю, не возникало, во всяком случае, ну, я кручу эту модель, в принципе, не... Или у тебя есть вопросы как раз? Нет, вопросов по скорости работы у меня нет. Надо понимать, что мы имеем дело, ну, если сравниваем именно модель, созданную в приложении, то, соответственно, она, естественно, больший вес имеет, да? Это я говорю про модели, входящие в сборку. Но в конечном счете мы получаем, скажем так, облегченные модели по типу работы в невисе. То есть мы понимаем прекрасно, что здесь мы видим модель, да, но она с учетом оптимизации, она занимает гораздо меньше места на диске. Поэтому, как бы, информативность при этом не теряется, но модель сама занимает места гораздо меньше. Ну, да, потому что мы же работаем именно с NVD-моделями, это же невисе. Да, у нас NVC, NVD-модели, соответственно, выгружаем исходными данными модели NVC, они автоматически формируются, как я уже сказал, либо из приложения типа Revit, AutoCAD или продукты на его основе, либо, соответственно, вы можете непосредственно сами уже готовые NVC-файлы выгружать. Ну, и также поддерживается работа с NVD. Если вы выгружаете нативные форматы, да, но они автоматически тоже, соответственно, превращаются в формат NVC, и с ними также можно работать. Так, коллеги, еще вопросы? Так, вопрос? Нет, вопросов, я так понимаю, коллеги больше нет, да? Хорошо, коллеги, спасибо большое за внимание. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашим будущим вебинарам, к курсу, который мы будем вести, на него можно записаться через наш сайт. Наш, я сейчас еще там на каждом вебинаре сейчас напоминаю то, что компания Brownie Software недавно тоже присоединилась к компании Gritech, и теперь мы единая компания, которая работает и в части консалтинга, поставки по разработке дополнительного функционала к существующим приложениям. Алексей, я так понимаю, все, наверное, да? Можно прощаться. Да, все, всем спасибо за внимание. Все, спасибо, коллеги, все хорошего вам. До свидания. До свидания. Так, курсы обучения в ПСС также есть, я так понял. Да, да, Алексей, курсы обучения в ПСС на сайте ПСС в разделе курсы есть раздел такой Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирский онлайн. Вот как раз в курсе онлайн там будет соответствующая запись про этот курс. Екатерина Величко, начальник учебного центра, у него можно задать все вопросы. Понимаю. у него пау, у него катастроф, онлайн, Продолжение следует...